Привет! Меня зовут Лена, я живу в Праге. Я семейный фотограф. Если вы вдруг живете тоже в этом городе, и вам нужны живые настоящие фотографии о вашей семье, приходите ко мне. А сегодня я хочу рассказать о том, как прошел год коронавируса в Праге. Сейчас март 2021 года, и ровно год назад чехи впервые столкнулись с пандемией коронавируса. Надо сказать, что на первых порах правительство отреагировало достаточно оперативно и, можно сказать, даже резко. Где-то в середине марта начали закрывать границы, страна закрылась, затем школы тоже закрыли, закрыли магазины, рестораны. Поначалу маски люди пытались купить в магазинах, но поскольку республика небольшая, на всех, конечно, не хватало. И я помню, что в аптеках людям советовали купить валерьянку вместо масок, потому что масок нет. Потом поступила уже информация о том, что маски действительно могут помочь, и люди стали активно шить маски самостоятельно. Причем люди шили не только для себя, но и шили также для общественности. Можно было изготовить несколько масок и отнести их на специальный пункт приема. А оттуда маски попадали к тем людям, которые по какой-либо причине не могли сами ни сшить, ни приобрести. Наблюдалась небольшая паника. В магазинах некоторые полки становились пустыми. Люди пытались закупиться крупами, туалетной бумагой, как и во всем мире. Но это длилось, честно говоря, недолго. И более того, было много видео про то, как люди симулируют вот этот дефицит. То есть приходит молодой человек с телефоном, со включенным фотоаппаратом, начинает в себе в терешку складывать все содержимое полки, фотографирует пустую полку, а затем назад все выгружает на полку. Камеры скрытого наблюдения в магазине это зафиксировали, и человека оштрафовали. Так что такие спекуляции здесь были. Дальше происходило следующее. Когда закрыли школу, нам включили онлайн-образование. На тот момент мой ребенок старший учился в первом классе, и первый месяц вообще никаких уроков онлайн не было совсем. Нам присылали список заданий на неделю, и мы должны были просто как-то сами его выполнять. Потом уже через месяц начались какие-то онлайн-занятия. Это были занятия весь класс сразу, то есть 25 человек вместе с одной учительницей примерно два раза в неделю. Иногда это было один раз, иногда два. Не могу сказать, что это было очень эффективно, но хоть что-то да появилось. Активно присылали разные материалы дополнительные, но мы, честно говоря, и с обязательным не очень справлялись. Так что с дополнительным было бы еще сложнее. При этом садики тоже. Они вроде не закрывались, но нас настоятельно просили не водить ребенка в сад, если есть такая возможность. Я забрала младшего из садика, они оба сидели дома. И, конечно, было непросто перестроиться на такой ритм при моей работе. Мне нужно было продолжать обрабатывать съемки. Но потом съемки прекратились, потому что фотографам запретили снимать. Запретили выходить на улицу без особой необходимости. Нужно было ходить только в маске. Вечером начинался комендантский час. После девяти вечера можно было гулять только с собакой. Был забавный случай в Чехии, когда житель одного из городов вышел вечером на прогулку с игрушечной собакой на поводке. Очень, видимо, хотелось ему погулять. Говорят, что кто-то брал собаку на прокат у друзей, чтобы погулять вечером. Но, не знаю, мы с этим не сталкивались. Еще была предпринята такая мера, как утренние часы в магазинах для пенсионеров. То есть я уже не помню, в какое это было время, но это были утренние часы. Что там жужжит? Утренние часы для пенсионеров, то есть для людей 65 с плюсом, были открыты продуктовые магазины. Все, кто младше, туда попасть не могли. Я помню, как раз перед Пасхой пенсионеры приходили с утра и раскупали в супермаркетах все дрожжи. И было невозможно купить дрожжи сухие. Для тех, кто хотел испечь кулич с их использованием, произошел облом. Пришлось искать в каких-то других магазинах, а вот в обычных супермаркетах дрожжей было не найти. Я не знаю, может быть, с пенсионера собрались печь хлеб. Чехия очень гордилась тем, что в начале весны очень быстро закрыли наши границы, очень быстро смогли сдержать рост заболевших. И у нас не было здесь большой волны. Было в районе 300, по-моему, человек в день. Я прикреплю потом статистику, если найду. И достаточно все прошло тихо. И люди выполняли все ограничения, ходили в масках действительно, людей было мало, потому что никто еще не знал, чего ожидать. И люди действительно очень боялись. Ближе к лету люди уже начали расслабляться. И был период, когда люди перестали носить маски совсем. Рестораны открылись, открылись музеи, открылись театры. Все это работало. Каждый раз, когда в каком-то месте человек подхватывал коронавирус, и этот случай подтверждали, то человека просили назвать все его контакты, всех людей, с которыми он контактировал на протяжении последних там скольких дней в течение минимум 30 минут. Такой близкий контакт считался потенциально опасным с точки зрения коронавируса. И всем людям, которые были в контакте с зараженным, из управления по гигиене высылали или звонили, звонили, по-моему, и говорили, что друзья, вы были в контакте, и вам нужно высидеть карантин. Потом уже начали тестировать людей. И, в общем-то, жизнь вроде бы была как и раньше, но при этом все знали, что коронавирус есть, и гигиена не дремлет. Некоторые люди даже смогли летом выехать за границу. Кто-то ездил на море в Хорватию, кто-то еще куда-то. В целом никаких ограничений и даже принудительных тестов делать было не нужно. Мы ездили в Хорватию, и никаких проблем на границе не было. Единственное, в какой-то день там пустили слух о том, что то ли будут тестировать, то ли не будут пускать, и на границе встала пробка. Но мы без проблем и въехали, и выехали, и, в общем-то, ничего страшного не было. В Хорватии был очень низкий уровень заболевших, но после летнего сезона, конечно, конкретно так поднялся. Что ж поделаешь. Дальше, ближе к осени, конечно же, все заподозрили, что при открытии школ, институтов, садиков наверняка пойдет вторая волна. Так оно и случилось, конечно же. Сентябрь все радостно отходили в школу, хотя были предприняты разные меры предосторожности. По максимуму детей старались выводить на улицу. Дезинфекция везде, просто на каждом шагу в городе у нас стоит и на входе в любое учреждение или в школу, или в сад. Но в октябре правительство приняло решение, что необходимо закрыть все учебные заведения для детей старше, чем второй класс начальной школы. Продолжали ходить дети в садике, продолжали первоклашки, второклашки учиться очно. Ой, нет, кстати, в октябре даже первоклашки и второклашки сидели целый не то месяц, не то три недели на карантине, они сидели дома, садики не закрывались. Это было легче, потому что я помню, что мой старший проще соглашался на уроке, потому что ему не мешал младший брат. А потом в ноябре люди очень надеялись, что всех школьников выпустят, но выпустили только первые и вторые классы, причем все обязательно должны ходить в масках. Для ребенка рекомендовали выдать с собой 6-7 масок, чтобы он регулярно их менял. В школе нужно было обязательно проветривать, по максимуму опять же выходить на улицу с детьми. И таким образом дети доучились практически до самого марта. В марте сейчас уже у нас закрыли вообще всех, даже садики закрыты, не работает никто. Из таких учебных заведений я знаю, что многие родители очень устали, вообще все люди очень устали. Видно, что меры, которые предпринимает правительство, не устраивают население. Сейчас министр здравоохранения рекомендует носить маску на улице, даже если никого рядом нет. Люди, конечно, уже на улицах маски стараются снять, либо спустить с носа, либо вообще снять. И вот так выражают свой немой протест. Но в общественном транспорте, в магазинах везде люди носят маски, как и прежде, все соблюдают это правило жестко. У нас продолжает действовать комендантский час, нельзя выходить из дома после девяти вечера. Конечно, есть много исключений для тех, кто работает, но самое сложное это то, что сейчас запретили с марта месяца выезжать за пределы своего города, района. Прага это одновременно и город и район, и из Праги мы выехать не можем. Благо, что Прага большая, здесь есть много парков, и вообще говоря по паркам ездить нам не запрещают, то есть я могу выгуливать детей и сама ездить куда захочется. Те, кто живут возле Праги в каких-то маленьких деревеньках, им, конечно, посложнее, потому что там сам их район достаточно маленький и долго сидеть в изоляции это, наверное, очень тяжело. Также давно уже действует запрет на то, что нельзя людям собираться ходить друг к другу в гости, нельзя встречаться на улице, но чем дальше, тем сильнее нарушаются эти правила. Если весной действительно многие, честно, не встречались ни с кем, не ходили в гости, то осенью уже такого нет. Люди забивают на это, а сейчас в марте так вообще совсем забили. Я вижу, что и гуляют очень большими компаниями. Мы, если честно, тоже немножко нарушаем, то есть к нам к детям приходят одни и те же друзья, и наши дети могут к ним пойти поиграть вместе, потому что, конечно, психологически очень сложно, когда ты сидишь только с своей семьей, общаешься только с мужем и с детьми. Вот, уже начинают портиться отношения очень сильные, все начинают психовать, и это уже нездорово. По стране вообще выросло количество домашнего насилия, это о многом говорит, и не хочется никому запускать свою ситуацию до такого печального конца. Поэтому, конечно, в разумных мерах люди встречаются, общаются, и, наверное, это неплохо. Результатом предпринятых мер в марте сейчас стало то, что количество ежедневно заболевающих коронавирусом снизилось, то есть на пике это было в районе 16 тысяч людей в день по республике, сейчас около девяти уже. Но поскольку вечером люди, особенно молодежь, встречаются, тусуются, в больших компаниях все общаются, то, конечно же, вирус скачует и переносится, и, наверное, снижение не будет очень резким и быстрым, но, тем не менее, оно идет. Есть информация о том, что с 12 апреля детям разрешат вернуться в школу и в садики, но всем будет нужно обязательно носить маски, и обязательно два раза в неделю сдавать антигенный тест. Сейчас уже очень хорошо налажено онлайн-обучение, у нас в школе у ребенка детей разделяют на группы по 5-6 человек, программа подстроилась, детям выкладывают материалы учебные в Google Classroom, все, в общем-то, понятно, но, тем не менее, конечно, взрослые должны участвовать в подключении детей к урокам и помогать им. На протяжении всего ковида, конечно же, очень важной темой, которая муссируется везде, является то, что нужно соблюдать дистанцию 2 метра между людьми и на улицах, в каких-то местах, где могут скапливаться очереди, и в магазинах везде уже наклейки на полу, которые как раз разграничивают вот эти вот отрезки по 2 метра. Маски у нас уже непростые, должны быть респираторы определенного класса и без них в магазин не пускают. Конечно, никто не стоит прям так, не проверяет прям везде, но где-то проверяют. Люди послушно купили эти респираторы, все ходят в респираторах. Что касается протестов, конечно, люди недовольны. Были митинги в центре Праги, многие люди выходили, бунтовали против ограничений, были одиночные пикеты, конечно, очень многие люди потеряли деньги, потеряли работу, бизнес. Рестораны давно стоят закрытые. К осени ожидается, что половина ресторанов просто закроется совсем. Сейчас они пытаются выжить за счет того, что продают еду через окно выдачи и с помощью сервисов доставки еды, но, видимо, спрос не такой большой, как в туристические времена, а за аренду помещения приходится платить, поэтому многие уже закрылись, кто-то планирует закрыться, это, конечно, печально. В отелях давно уже нельзя останавливаться, есть исключения для тех, кто путешествует по работе, но в общей массе отели терпят очень большие убытки, и боюсь, что кто-то тоже закроется. Что касается неформальных действий правительства в поддержку и в сторону агитации, так это недавно на староместской площади было нарисовано 25 тысяч крестов на брусчатке, каждый из которых символизирует одного умершего от коронавируса человека. Это была инициатива правительства, конечно же, правительство старается всячески подбадривать людей, как-то поддерживать, но в такой ситуации это сложно. Был еще протест со стороны владельцев ресторанов, они выставляли пустые пивные кружки, и с помощью этих кружек был выставлен путь, по-моему, от староместской до пражского града, что ли, ну, какое-то достаточно длинное расстояние до правительственных зданий было вот в этих кружках. Конечно же, ни к чему это не могло привести, потому что правительство пытается что-то делать, но не получается. Многие чиновники, конечно, повели себя не очень хорошо, кто-то был замечен в ресторане, кто-то был замечен на каком-то матче для випперсон, кто-то летал в отпуск, когда вся Чехия сидела дома, и, конечно, эти люди попали в СМИ, многих из них уволили, и, конечно же, это не было поддерживающей инициативой с их стороны, и поэтому правильно, конечно, сделали, что их убрали. Видно, что правительство растерялось. Часто были такие заявления, что вот две недели, мы сейчас принимаем новые какие-то меры, и через две недели мы смотрим, если что-то изменяется, тогда мы либо ужесточаем меры, либо вводим какие-то ослабления, и, не дожидаясь истечения этих двух недель, через три дня вводились какие-то новые меры, потому что, конечно, предсказать, как будет подниматься количество заболевших было трудно, и из-за того, что меры были часто спонтанные, на взгляд обывателей, нелогичные, опять же-таки, на взгляд обывателей, то это вызвало очень много неодобрения. Что касается вакцинации, в Чехии нет возможности вакцинироваться просто всем подряд, сейчас были закуплены вакцины для людей, которые находятся в группе риска, это люди 70+, или люди с хроническими тяжелыми заболеваниями, а также прививки делают медработникам, и в ближайшем будущем, я думаю, будут делать учителям и другим профессиям, людям, которые работают с людьми. По поводу профессий, которые завязаны на клиентах, на большом количестве людей, такие как парикмахеры, мастера по маникюру и так далее, массажисты, всем им в какой-то момент запретили работать, потом разрешили работать из дома, сейчас опять запретили, но, конечно же, люди не могут так быстро сменить свою профессию, и приходится работать нелегально, можно сказать, и, в общем-то, сейчас можно на дому и постричься, и массаж сделать, и все, что угодно, но все это так как бы не разрешено. Еще был интересный такой момент, что перед Рождеством, которое здесь католическое, то есть в конце декабря, все магазины и рестораны открыли, они были открыты буквально две недели, по-моему, и, видимо, это было сделано для того, чтобы подбодрить людей и подбодрить экономику. Все закупили подарки, немножко выдохнули, расслабились и пошли на рождественские каникулы в приподнятом настроении, но после того, как закончились каникулы, люди столкнулись с тем, что все горнолыжные курорты закрыты, людям не рекомендуется выезжать даже кататься на санках, хотя впрямую не запрещали, и, в общем, вот эта давящая атмосфера снова вернулась. Теперь на носу у прожан велико на носа это Пасха, здесь он достаточно празднуется так хорошо, здесь выходные дни, и, к сожалению, на вот эти праздники продолжают действовать все ограничительные меры, то есть люди даже не могут из Праги выехать к себе на дачу, теоретически. Я не знаю, что будет на самом деле, сейчас проверяют, останавливают машины на выезде из города, на въезд в город и проверяют, есть ли у вас документ подтверждающий, что вы едете по работе. Так что, я боюсь, это вызовет еще новую волну недовольства, каких-то протестов, это, конечно, все очень грустно, но, к сожалению, больницы в Чехии не могут принять всех тяжелых больных, объем ограничен, и кажется, что дополнительно никаких больниц построено не было. То есть был построен какой-то временный госпиталь на Литинских садах, но потом его перед зимой разобрали, потому что он не был рассчитан на холода, и до сих пор его и нету. А в тех больницах, которые были, есть, в них не хватает места для интенсивной терапии, поэтому властям приходится жестко ограничивать всех. Возможно, логично было бы открыть новые больнички или какие-то другие меры предпринять, но об этом мы узнаем позже, когда этот коронавирус пройдет. Я надеюсь, что это не навсегда, и мы скоро снова вернемся к обычной жизни с туристами, с нормальными фотосессиями. Кстати, фотографам можно снимать на улице теперь. Так что, если вам хочется запечатлеть свою семью, оставить для истории какие-то живые, настоящие кадры, то приходите на мой сайт. Ссылочку я оставлю ниже. Спасибо вам за внимание и до связи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»